Здравствуйте! Вы в психологическом ателье. С вами Ольга Орлова. Мы все еще в Балтийских дюнах, потому что сегодня шумное море, и на море вы меня просто бы не услышали. Я не так давно снимала видео, я думаю, вы его смотрели, как знакомиться с людьми и нравится им все больше. И вот в комментариях уважаемый Дмитрий написал мне следующее. У большинства людей другая проблема как раз – боязнь показаться навязчивыми. Я не уверена, действительно ли таких людей большинство, но если вы принадлежите к таким людям, и вы имеете опасение показаться навязчивым, я хотела бы с вами исследовать этот вопрос, и, может быть, это поможет вам преодолеть свою боязнь казаться навязчивыми. У людей, которые боятся казаться навязчивыми, как правило, есть страх и два заблуждения, которые лежат в основе боязни быть навязчивыми. Первое – это страх получить отпор. Такие люди не выносят, когда им говорят «нет». Я консультировала одну девушку, которая сказала мне, что если бы ей сказали «нет», это бы означало для нее все, полный конец. Поэтому, если вы избавитесь от страха услышать «нет», если вы научитесь отвечать на отказ, если вы поймете, что ответ «нет» имеет такую же ценность, как и ответ «да», потому что он нас ориентирует, потому что это информация, которая позволяет нам понять, что нам делать дальше. Если вы будете давать другим людям право иметь свою волю, иметь свои желания, которые не совпадают с вашими, вы будете легче переносить ответ «нет». И ваши опасения в отношении того, что вы навязчивый, развеются. Но я сказала, что есть один страх и еще два заблуждения. У людей, которые боятся быть навязчивыми, есть заблуждение. Это второй пункт. Оно такое. Я могу догадаться, как сделать других людей счастливыми, что им удобно, чего им хочется. И поэтому я предполагаю, как им будет лучше, и стараюсь не вторгаться, не мешать, или создавать им специальные условия для того, чтобы им было хорошо. То есть вы как бы проживаете в своей голове жизнь других людей. Ну, условно говоря, иногда это выдается за альтруизм, я ставлю себя на место другого человека, это неплохо. Но если это принимает крайние формы, вы начинаете решать за других. И это очень осложняет вашу жизнь, жизнь других людей, ваши отношения. Поэтому очень хорошо, если вы просто будете более внимательны к другим людям и дадите им высказывать без опасений свои желания, свое мнение, свои взгляды. Просто больше спрашивайте, больше интересуйтесь, вместо того, чтобы сидеть в своем углу и жить воображаемой жизнью. И третье заблуждение, которое есть у людей со страхом быть навязчивым, это заблуждение такое, другие не могут сказать мне, чего они хотят, в чем их интересы. То есть вы просто недооцениваете других людей. Считаете, что они не обладают достаточной силой, сообразительностью, умением сказать, в чем их желание выразить себя. Вы им отказываете в этом. Вы считаете, что они с этим не справятся. Поэтому, если вы хотите избавиться от страха, быть навязчивым, просто воспринимайте других людей как адекватных, полноценных, которые могут выразить все, что они хотят, сказать обо всем, чего они хотят, заявить о себе. Главное, чтобы вы с этим справились. Поэтому, избавляясь от таких заблуждений и от страха получить отказ, вы избавляетесь от страха быть навязчивыми. Люди будут вам благодарны, если вы выразите свою заинтересованность, свое желание, свою личность, потому что в очень тесном контакте с другими людьми и рождается жизнь. Поэтому вторгайтесь, вмешивайтесь, интересуйтесь, увлекайтесь. А если вы получаете «нет», справляйтесь с этим, принимайте это и будьте счастливы. Смотрите «Психологическое ателье». Спасибо.